Мы распочинаем курс линейной алгебры И хочется это, ну, какие-то операции с матрицей, с одной стороны Но, на самом деле, смест всех этих операций Краще, если их связывать с геометрической интуицией Поэтому я начну с... Нагадаю те, что известно из школы Про вектори в довимирном просторе Это такие стрелочки Это можно вважать начальными координатами Их можно... О, назначается А стрелочкой, Б стрелочкой Есть определенные операции с ними Какие? Эти вектори можно умножить на число Если у нас есть какой-то вектор, который начинает с нуля Например, вот такой вектор А Его можно умножить на какое-то число Например, давайте его там совсем поряд Например, 1,5А Ну, или 2А 2А означает, что просто вектор, который начинается с этого Это будет 2А Ну, приблизительно, двойчинка Может быть 0,5А Ну, это как бы параллельно, но они должны совпадать Просто в одному чему Это 0,5А Может быть с отдельными коэффициентами Ну, например, это минус 0,8А То есть это так То есть можно на додатные числа умножить на объемные числа Это они будут все... Ну, если начать тут в нулі То они все будут лежать на одни прямые кинцы Это первая операция Множение на число Ну, то мы попередоставим И вторая, более хитрая операция Такая, это додавание векторов И в результате Вектори додаются за правилом Ну, например, можно таким чином Просто мы дополнимо до параллелограма Або можем пересувать Цей вектор Б Зберегающий напрямок И довжину его Тобто кудись его сюда Это будет его така копия Тогда додавание Это нужно просто по этому ланцюгу В начале до конца Додать Это у нас вектор С Який дорівнює А плюс Б Ну, вопрос сразу Это правило Как додавать вектори Ну, есть оберненная операция В каком-то сенсии Это взятя Ну, это взятка Ну, выдачное вектор Это Конкретно, например Вод С Водняти Вектор, например, Например, A. Ну, мое быть B. Просто из таких алгебрических объявлений. И это мы хотим понять, что это такое геометрично. Геометрично мы видим, что B это такой вектор, который начинается в конце вектора А, который мы отнимаем, и закончится в конце вектора, из которого мы отнимаем. То есть, если у нас есть вектор С, а, то С-А будет вот такой. С-А. Ну и... Ну, как нужно. Во-первых, это определенные операции, которые нам помогут проводить какие-то обчисления более так... автоматически. Или простее. Куты пораховать, еще что-то надо будет. Сенс этих векторов может быть, например, так, что у нас есть какие-то данные, ну, какие-то там объекты, у которых там несколько властивостей, которые вымирюются какими-то числами. Тогда каждый объект имеет несколько числовых характеристик, и его можно отображать точкой в просторе какой-то размерности, ну, сколько этих чисел. Ну, можно такими стрелочками такими намалювать. Понимаешь, что, ну, может быть пять характеристик, тогда все эти вектори будут в пятовимирном просторе. И интуиции такой геометричной может уже не хватать, как они там проходят в пятовимирном просторе. Эти вектори, кути между ними. Поэтому мы маем певный такий геометричный двовимирный и тревимирный випадок, можем чему-то научиться, как добавить. Потом мы в какой-то момент перейдемо до координат. И далее все это автоматизируется, что мы можем, уже не маючи такого геометричного уявления, что там происходит в пятовимирном просторе, можем все операции кути между векторами пятовимирного просторе пораховать, и так далее. Так. Эссенс этой разницы это буквально отстань между двумя точками по параметрам. В принципе, ожидается, что если параметры по всему типу параметров, которые у нас есть, эти объекты близки, то эта разница будет какой-то маленькая. То есть мы можем отнимать два вектора и ожидать, что довжина вектора в каком-то смысле характеризует насколько эти объекты, эти наборы данины близки. Это так называемые линейные операции додавания и умножения на число. Ее наступная операция больших троцискалярных добуток. Так. Давайте открываем линейные стираем. Следующая операция это скалярный добуток. Если у нас есть вектор А и вектор В, то по такой паре можно представить число, которое называется скалярный добуток. Это, фактически, такая операция по двум векторам воно робить какое-то число функции. Я не знаю, как это назвать. Конкретно для геометричных векторов вона задается наступным чином. Если у нас есть вектор А и вектор В, то оця величина доревняет довжине вектора А довжине вектора В на косинус кута между ними. Косинус и там шляпка как бы вектор между ними. И вот там можно позначити цей кут θ. это это значение для довжины воно схоже на модуль воно для числа вектора религии воно и нормой. Он einfach просто основан into двойно рисочки. Но его можно распределить и на матрице, и на что-то. То есть оно в каком смысле, в загальном смысле, может карпетизировать довжину вектора? А как бы просто вектор, в обычайном смысле, это просто вот такая вот... А, вот такое подозначение, або с одной риской. С одной риской. Это называется норма. Так, теперь мы хотим хоть что-то про это, еще какую-то интуицию. По-перше, если мы это обертаем, как-то тут не зависит от того, как мы смотрим, з какого боку, тут важливо только довжина векторов и кут международных. Так, теперь мы хотим понять какой-то сенс этого вираза. Идея такая. Давайте мы... У нас есть такая операция. Проектование. Такое, чтобы тут было перпендикулярно. Я не знаю, я уже забыл, как оно означает. Сколько квадратно здаётся? Прямый кут. То-то в школе там много учат, потом все это забывается. Несправильно. Вот такая идея, да. Инженция. То-то прямый кут на напрямок, куди показывают B. Вот это мы назначим A с индексом B. То-то мы спроектовали, называется, ортогональная проекция на напрямок B. Треба, чтобы кут такой был. Что мы можем сказать про довжину этого проекции? Ортогональная. То-то спроектовать, естественно, можно было бы там... Ну, это как бы светло пустить, например, так. То воно могло бы спроектовать кудись цей кинець кудись в іншем месте. Но, как бы, есть выделена такая проекция, ортогональная, которая падает ревно так, вертикально в лицо. Так. Нам надо понимать, чому дорівнює довжина вот этой проекции. Довжина до ревня, в довжине А. Ну, это просто за визначением, что такое косинус. Косинус – это тревогоносу. Ипотенузу помножить на косинус тут А. Такая функция есть. Косинус. Эта, ну, воно всегда реализована, ну, то можно в градусах, в вымире ВТЛ. Воно реализовано все в радианах. В радианах это означает, что 0 градусов – это 0 радиан. Потом, я не знаю, что 90 – это Пи нахвил. Такие 180 градусов – это Пи. Там три Пи нахвил. Ну, это нам даже не нужно будет. Ну, то есть нам больше-менее это нужно. Потому что когда кут между одним вектором и другим равен минус Пи попал. Ну, это не будет отличаться. Эта формула не чувствуется. Вот у нас есть парный функция. Отже, проекция вся дорівняет Тьому. Мы видим, что у нас мы уже отримали шматочек в этой формуле. Отже, что такое скалярный добуток? С этой точки зрения. Он просто дорівняет добутку. Скалярный добуток выходит, что это просто добуток. Так... Можно в досках крапочку, его английское допрelleew tradition. Протт – это добуток. Дот – это. Дод чтобы вы не хвалювали так, это доревняет, что у нас это будет проекция на b это такой вектор, который направлено по множеству на довжину вектору b поэтому она осталась тут вот она а это вот у меня есть еще я подписывал у меня есть ну, а, но понятно, что это симметрично что там проектировать b на а а на b, оно тут не чувствует если а и b поменять местами, то формула видно, что та самая кут остается тот самый, добиток довжин будет тот самый поэтому можно ее переписать тут иначе что это b проекция на а помноженная на довжину а так, теперь у нее мы уже побачили есть 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 здесь есть это в принципе это есть в принципе это есть Как можно еще задать скалярный допуток, это будет третья лекция, в принципе можно немного узыгальнити дещо. Ну, то есть, немного иначе задавать, просто чтобы властивость, которую я сейчас напишу, просто бы выполнилась. Так, семантично так называемый подход. Так, теперь нас интересует, например, что будет, если... Такую властивость, я это стираю. Я хочу, например, понять, что у меня будет, если я... А плюс С добуток с Б. Ну, нехай С иду кудись сюда. Что такое А плюс С? Это какой-то такой... Давайте посмотрим, что... Так. И проекция у него будет на... Весь Б будет... Ну, это вот та самая. А у этого будет вот такая. Весь започинается и тут заканчивается. Ну, где-то. Необлизово, это мое просто... Необлизово. Да. И все мы бачим на наступное. Еще проекция А плюс С на весь Б до ревня... Ну, сумма проекции просто. Б плюс С. Нас интересует... Еще раз. Нас интересует вот такая штука. АС. Эскалярный добуток с Б. Мы знаем, что его можно пораховать, как... Довжину... Довжину... Оце спроектованого на Б. Помножить на довжину этого Б. Проекции... Сумма... Ну, это сумма проекции. Довжины просто додаются. Тому это можно описать, как... Проекция на Б помножить на Б. Ну, вы помните, что там... Дистрибутивный закон называется... С на Б... Вот, смотри... На Б. А потом мы это снова собираем и получаем... Что это... Вот такая властивость, которая у нас... Для таких геометрических карточек. Я перепрошу. А вы можете писать каким-то другим мартом? Какие геометрические карточки? Чим? Иншим мартом. Темным карточком. Темным карточком. Темным карточком. Так... Так... Значит... Воно отбрызкает? Или просто... Так... У нас тут будет в результате така властивость. Доведена. А. Скалярный топоток с Б. Плюс С с Б. Что можно, как бедушки, раскрывать. Это, как служит на звучание. Довольно. И еще одна операция, когда у нас какое-то число... Число. Мы можем умножить на какое-то число. Множим на такий. То это число... Ну, снова эту самую операцию мы проводим. Это число... Просто проекция збільшилась ревно в сколько раз. И поэтому все это просто выходит то же самое. Отже, у нас есть такая так званая линейность. Або... Оскільки это можно еще повторить. А тут видно? Нормально? Нормально. Нормально. Ну, я просто... Значит, есть такая... Это первая линейность. Это симметричность. Их насправдя в другом порядке. Но... Добре. Если у нас есть сумма векторов, то их можно раскрывать. Я так скажу. С. С. Плюс. С. И, как бы, схожая эластивость... Ну... Теж называется эластивость линейности. Да, например. Ревняющая числа можно выносить за одну. И эта эластивость, ну, то, что, благодаря симметричности, зокрема, те самые эластивости справедливы и для другого аргумента. То есть, можно тоже дужки раскрывать навкоки по этому. То есть, если у нас там несколько... И тут сумма, и тут сумма, то можно все это раскрывать. Так, и остальные эластивости, которые нам нужно будет... Это... Давайте порахуем скалярный добуток вектора с 7 собою. Это нужно пораховать косинус кута... Косинус нуля. Косинус нуля – это одинечка. Довжины вектора будут... Это будет просто в квадрате. Это будет довжина вектора в квадрате. Значит... Если у нас есть скалярные добутки между различными векторами, которые мы умеем, например, рисовать, вот несколько векторов, то, в частности, благодаря этой эластивости мы можем найти довжину вектора. Мы достаточно пораховать скалярный добуток с 7 собою, и корень квадратный. Вот тут вот... Знайти... Так... корень квадратный из АА. Так... Это такая властивость. Ну и теперь просто еще додатковое питание. Коли это бывает 0? Скалярный добуток. Так... Тобто воно больше принципа або дорівня 0, а дорівня 0 тільки, коли довжина вектора 0, а это только у нульового вектора. Тобто у нас выходит такая властивость. Я ее запишу в третий. А скалярный добуток для будь-якого вектора самим собою больше або дорівня 0, это... Я не знаю, страшный символ. Это для будь-якого а. Для будь-якого вектора а. Это такая властивость у скалярного добутка. Вот. И еще додатковое, что когда она 0 бувает, дорівня 0, и тут еще одна такая математичная штука. Ну, только тогда, когда а дорівня 0. Если а дорівня 0, то его скалярный добуток с самим собою дорівня 0, то его довжина в него 0. Ну и, наоборот, никогда не бывает так, чтобы что-то скалярный добуток с самим собою дорівняв 0, а сам вектор не 0. Тобто это всегда 0 тут бывает, только когда вектор сам 0. Такое утверждение. Вот эти три властивости, они, в принципе, ну, это линейность, симметричность и это называется додатная визначенность. А перевернута а велика это что? Это от Ол, в принципе, походжение. Называется квантор для будь-якого. Скорочем. Да. Или Ол. Додатно я, ну, троехе так, это, я, ну, это математика, больше не так, будуется, что насправді мы знаем какие-то цикавые объекты, вектори, это могут быть вектори, я не знаю, ну, в физике точно знаются вектори, там, электрического поля, там, вектор сили, и можно додавать вектор, это не туда, где тянем, а ничто туда тянем, как будет суммарная сила. То есть, мы можем какие-то властивости вивчити, например, скалярного добудка, а потом поделиться, и то, что нам больше всего нравится, сказать, что давайте мы будем взглядать скалярные добудки, будем называть просто что-то, что задавляет такими двумя векторами из двух векторов сделают что-то. Ну, и у нас на третьей лекции будут какие-то узоргальнения, которые не будут похожи на стандартный скалярный добудок. Так, дальше идем. Что мы еще можем? Если у нас есть скалярные добудки, то мы можем еще и кути между векторами торговать. Например, каким образом мы знаем все скалярные добудки всех векторов. Например, если берем конкретный вектор, умножим его с самим собой, ну, какая-то там процедура в компьютере которая умеет скалярный добудок мы можем довжину его пораховать, перемноживши вектор с самим собой скалярный добудок и потом корень квадратного и можно кути между векторами как кут между векторами между вектором а и б. Ну, нужно все формули. Оцей косинус θ доревня то скалярный добудок и поделить на корень квадратный это понятно? это значит мы должны знать, что это корень квадратный и нам нужно это разделить и мы получим косинус кутам ну а оберена функция это будет число минус 1 до 1 косинус чтобы конкретно кут найти операция оберена арк косинус арк косинус и это 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 что компьютер это это если правильно это так так я эти стираю зараз я буду шесть так еще нам требования для счастья то что как я сказал что наша интуиция очень быстро остановится когда многовимирный простир может быть не геометричный это не многовимирный памятник это просто реально эти объекты возникают в разных ситуациях например мы просто много характеристик есть числовые характеристики мы хотим откладывать положение этого объекта если у нас н разные характеристики мы относительно этих характеристик можем вказать точку где он находится в н вимирном пространстве нам для работы это не что-то фантастическое нам нужно умирать довзины векторов в н вимирном просторе как думать кути между ними вимирном вимирном это складно так так значит что как правило делают берут специальный набор векторов давайте просто пока что так насколько вистачить интуиции мы берем вектор а берем вектор б можем добавить а это будет вектор а плюс б питание теперь я взял а и вектор б а давайте я возьму с разными варами я умножу на числа это называется линейная комбинация линейная комбинация теперь вопрос если я начинаю перебирать W1 и W2 какие у нас вектори могут возникать например если я беру 2b 2b сумма будет а плюс 2b вот так ну и я не знаю если я начинаю это изменять то я могу так отримать будь-який вектор в двовиморной площине можно задать будь-який вектор да ну насправді требуется аккуратнее а и b давайте подумаем что будет если а и b смотрятся в одном направлении мы берем любые линейные комбинации а никуда мы начинаем додавать они будут додавать и мы ничего не получаем то есть в каком смысле нас будет интересоваться такой минимальный набор такой чтобы они действительно породжали весь простер это если они не колинейные то спен это будет весь простер который породжен а и b то есть вся множина с разными вагами будет породживать весь такий простер довиморный то если мы знаем два таких вектора которые породжуют все это два которые не не полинейные они будут породживать все нормально то будет все нормально тогда любой вектор можно разложить по а и в это нужно просто подобрать эти ваги я подбираю эти ваги ну и эти ваги будут называться координатами вектора в базисе АВ если я базис изменю то координаты будут изменяться вектор в разных базисах будет разложиться это страшно вещество вещество вместо того чтобы говорить про всю такую долгую штуку можно просто все векторы в базисе АВ и записывать эти два числа это координаты вектора координаты вектора зависит от того в каком базисе мы этот вектор изменяем базис координаты вектора изменяются в этом будет идея что у нас будут какие-то вектор и они могут выглядеть страшным чином но существуют какие-то хорошие базисы где они перетворятся и координаты стоят много 0 это называется координаты вектора 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 если это коэффициент будет ako это а вектора 2 вектора и вектора координата 1 и 2 И тут ніякого скалярного добутку не нужно было Но, дальше виявляется, что удобно такой базис побудовать, который имеет еще хорошие возможности относительно скалярного добутка Так, нормально, да? Так, сейчас мы Так, все А, ну давайте я тут еще сразу начать, это такая дребниця Давайте подивимо сразу как в координатах вот эти операции, которые у нас были вкладывание векторов и множение на числа что там происходит с координатами ну, множение с координатами вот это был вектор w это будет просто множение альфа ну, все эти вектори, которые тут входят просто будут множиться на альфа у нас будет альфа w1 на вектор а плюс альфа на w2 на вектор b мы видим, что новыми координатами этого вектора стало просто ну, нужно просто координаты этого вектора умножить на альфа то есть операция умножения на вектор, ну, выглядит таким образом я сейчас просто не напишу и какая у нас еще и операция додавания двух векторов если вектор в и вектор w то как один из них раскладывался например с такими координатами а а другий с w1 w2 вот такие у него координаты а теперь нам просто нужно там узкие это числа просто w1 w2 альфа число да, да, альфа число а ну, и скаляк называют просто число w ну, там я знаю, чтобы вы не плутались намагаюсь ставить там стрелочка зверху это вектор а если он не имеет это число а w2 это вектор или что? нет, это весовый коэффициент да, весовый коэффициент ага я еще раз нагадаю что у нас якийсь вектор есть вектор w1 и мы его намагаем ось по якомусь базису раскладываем и расплатаем виявляется, что ну, если он в том же площине лежит то можно подобрать певные коэффициенти так, чтобы разобрать и выйти равный вектор то есть 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 например вектор а и вектор б а нужно вектор в в это можно сделать то есть вектор будет в но он будет здесь будет коэффициент меньше 1 в 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 а в в в в и мы скажем о координаты нового вектора это просто коэффициенти при цих. Мы видим, что они просто додались. Отже, главное правило у нас такое будет, что если у нас есть вектор А, давайте мы его напишем, вот эти координаты, их может быть много. АН. Ну, если там Н вымирный просто. И есть вектор В. У него координата В1, ВН. То есть вопрос, чему они равны координаты А плюс В? Ну, они равны. Нужно просто по компонентам додать. В 1. Ну так, в этом геометричном море вот так вышло у нас. То есть все это схожено с таким просто додаванием. И умножение на число. это будет просто, ну, мы тоже понимаем, что оно просто умножено на число, походим с... так, чудово. Теперь, то есть мы в координаты умеем додавать, это нужно, если какие-то базы стоит, то мы в координаты это просто все додаем. в координатах. Это нормально, да, вообще? Так, нет, ну... Ну, может, что-то там нужно, не нужно, я не знаю. Ну, начебто, хочется, чтобы геометричная интуиция была, потому что воно мало б допомогать. Что это не просто какие-то там чиселки в табличках, а еще какие-то, ну, в них есть сенс. Так, теперь нам хочется скалярный доводок еще. Тут, виявляється, уже будь-який базис все-таки не хочется, а треба выбрати такий, как бы, это называется специальный базис, как бы, повязанный с певным скалярным доводком. Это называется ортонормованный базис. Это такий набор векторов Е1 в н-вимирном просторе. Такий, что скалярный доводок между ними будет такий. Ну, давайте я спочатку так напишу. Е, И, Е, Ж скалярный доводок равен Дельта, И, Ж. Это называется символ кроникера. Ну, и конкретно это означает наступное. Он равен 1, если И равен J, И равен J, а и 0, если И не равен J. Ну, очень просто. Теперь, что это означает конкретно? Значит, это такие вектори. Ну, например, Е1 с Е1 будет дорівнюваться чему? Ну, когда одна, то это 1, а когда ризни 0. Значит, это дорівня в единице. Мы знаем, как довжины векторов раковать. Это просто корень квадратный из этого числа раковать. Ну, корень квадратный из этого числа это 1, это 1, поэтому довжина вектора Е1 и, на самом деле, всех других дорівнює 1. То есть, они имеют одиничную довжину. И теперь еще интересно, какой круг между ними. Ну, между, например, первым и другим. Ну, не важно. Ну, он дорівнює 0. Ну, я, в принципе, мав би сказати с самого початку, может, что когда скалярный добиток дорівнює 0. Ну, або довжина дорівнює 0, або косинус дорівнюю 0. Еще когось 0, но это не цікавий випадок. А косинус дорівнює 0, когда кут, там, Пи пополам. Пи наполам. Минус Пи наполам. Да, 90 градусов. То есть, это такие перпендикулярные. Тогда скалярный добиток между ними 0, независимо от довжины. То есть, это просто означает, что они перпендикулярные. В математике часто используют ортогональные. Ортогональность. Это просто то же самое. Это от грецкого Ортогональность. Ну, это англійський напис. Походление ортогональность. Это прямый. Или правый. Я не знаю. Он, это корень кут. Прямый кут. То есть, они с прямыми кутами. Вот такой базис, который одновременно мает довжину або норму. Ну, помните, что такое математическое слово? Норма для довжины. Вектора конкретно. Норму там еще используют для матриц. Ну, это может потом будет где-то. Это такой базис называется ортонормальный. Портонормальный. Если это выполняется, это называется портонормальный. А он удобный. Он прикреплен только для конкретного скалярного добута. В принципе, как я сказал, могут быть задачи, где, как бы, возникает что-то очень схожее на скалярный добуток. Принаймні, задавлено всеми требованиями, которые были до этого. Но, ну, обычный стандартный базис не является ортонормальным. И тогда возникает задача найти такой новый базис, который был бы ортонормальным относительно того хитрого скалярного добута. Это, опять же, тема третьего занятия. Но оно будет так. когда мы сказали, что мы будем выбирать не будь-який базис, а вот такой интересный. До речи, какие координаты каждого базисного элемента Е1 в этом базисе? Какие координаты будут? Нули кроме одной. Да, да, да. Это понятно, да? Нам нужно как Е1 указать по этому базису. Е1 мне нужно указать по этому базису, то есть ваговые множители. Ну, и, зрозумяло, что ваговые множители и тут какие-то Е1, Е2, и так далее. Е1 и 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 это второй аргумент будет В1 Е1 плюс В2 Е2 и т.д. В2 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 все раскрывать, числа выносить за дужку. Что у нас тогда выйдет? У нас, если мы просто перемножали, это нужно каждый с каждым перемножить из этих доданков. Один доданок из 7, один из 7, ну, в смысле скалярного додатка. И все додать потом. Это просто как бы мы дужки раскрывали. Но мы знаем, что у нас Е1 с будь-яким Е2, например, до равняю 0. И почти с другим до равняю 0. Только Е1 с Е1 не 0. Поэтому у нас все числа мы выносим, и у нас выходит только А1, Б1. У нас скалярный додаток Е1, Е1. Ну и так для всех еще это самое. И тут остальное будет АН, БН. ЕН, ЕН. А эти сами доревнять 1. Ну и выходит у нас такая формула А1, Б1. Плюс и так далее. Магнитного поля или что-то. Он сам вектор, какой-то совсем конкретный. Но в зависимости от того, какие мы выберем, координаты в этих базах будут разные. Поэтому эти координаты могут изменяться. Ну и все эти координаты могут изменяться. Но формули для додавания в каждом конкретном координате будут такими и множественными. А скалярный додаток только в равных координатах, которые отвечают ортонормованному базису. И формула будет такая. А1, Б1 плюс А2, Б2 плюс и так далее плюс АН, БН. Ну и в какой-то момент нужно, я не знаю, насколько вам страшно. Оце можно записать коротко у вигляді суммы. Такий значок сумма, сигма грецька, К от 1 до Н, АК, БК. Тут стоит значок суммы, их может быть несколько. И есть изменения, которые там изменятся. Ну это, если там программирование, это как бы... Ну просто, может, дивный такой взгляд, но по сенсу очень простой. Это просто сумма таких попарных додатков. Это только в ортонормованном базисе. Ну, скалярный додаток можно рассчитывать. Например, можно уже на этом этапе какие-то страшные вектори в пятовимирном пространстве из пяти компонентов кути между ними рассчитывать. За допомогою формули нужно нормы рассчитывать, скалярный додаток разделить скалярный додаток на корень квадратный из додатка норм просто на додаток норм и вийти космус певного кута. нужно в арт-посте взять и ввести конкретное число и можно понять, на сколько там одни чему-то отвечают. То есть, это может быть не сильно как бы понимать, как это... какие-то платности, то есть, для чего оно в жизни может. может выникнуть так, что у нас какие-то певные данные есть, которые мы можем апрексимировать, что все, что мы знаем, больше или меньше, належат, почему у нас такая гипотеза, что они належат к какой-то площине. То есть, все данные, все параметры, которые парами у нас встречаются, они, например, належат к одной площине. Но, может быть, какой-то эксперимент, мы можем получить что-то, которое вытягивается от этой площины. И тогда выникает вопрос, как, например, кут нахилу, насколько оно, космус кута 0, или не 0. Ну, когда там все, космус кута, для чего-то, это геометрично, можно себе выявить леко, чтобы понять. То есть, если она описывается этой гипотезой, что оно все на каких-то гиперплощинном положении, значит, космус кута мает быть какого-то вектор со всеми векторами этого, мает быть, ну, неправильно я скажу, это, мабуть, нужно как-то написать, но можно тоже через космус, ну, выруховывать космус кута с этой площиной, как пораховать его. Это, как бы, окремая задача, но она не очень сложная. Но, как бы, я до того, что космусы кутов в многовиморных просторах могут просто выникать, и когда нужно какие-то данные, насколько одно соответствует другому, можно космус, как бы, отстань между разными наборами данных, как бы, в клубках, отстань, куты между какими-то, и они могут давать какую-то интуицию, ну, что, гармонное наближение или не гармонное наближение. Так. Ось у нас выникла вот такая формула. Ну и... так, это я странно. Тобто, это скалярный талуток. Ну, можно, как бы... так, ну, ну, как бы, вариант такой, что можно какие-то демонстрации делать, в Python, да? Ну, давайте попробуем, может, это какая-то коза. Вот так. Ну, и... Ну, и... Тобто, я Python теж... Ну, меня теж просто не знаю. Музы знаете, я... Тобто, я... Ну, я... Ну, его там, что-то, элементарные вещи какие-то можно включить. Вон включилось, или нет? Вот так. Так, пока оно разогревается. Значит, у нас идея такая, что, оця властелись, вона будет... Вона така трохи дивна. По двум наборам чисел есть операция, как из двух наборов чисел сделать одно число. И воно таки досить хитро. Треба покомпонентно переложить, а потом все додати и выйти одно число. Ну, это... В данном случае это просто сенс скалярного... ну, как скалярный доклад. Но эта областелись, виявляется, и... вона очень... така корисна для описания большинственных объектов, как матриц и множение матриц. Ну, и все, про это и дальше. Теперь, значит, я покажу... Я не знаю, как тут правильно сделать. Ну, то есть, что вы можете какие-то команды стандартные выписать, они здесь и в библиотеках можно... Ну, по-нормальному может, было бы какие-то практичные занятия, но тут обчисления достаточно простые. Значит, тут есть нам Numerical Python это одна библиотека, и мы ее загружаем как НП ну, это какое-то слово, какое-то скорочение это еще Science Scientific Python и в нем есть еще библиотека Linear Algebra и она как наискороченная теперь какие у нас там появляются возможности. Например, принт это операция, в душках это выбор функции И вот Y NP Пай да, в англомовной литературе ой, ну на конференциях что-то число Пи, у них Пай називаются это англомовное средовище и такая есть вот это Пай это Пи сколько-то знаков можно наработать теперь есть объект новый массив массив и он одновременно как в данном случае и можно относиться как до векторов просто они просто одновременно вот я за помощью двух таких операций задаю два конкретных вектор есть операция в библиотеке лин-алк пораховать норму вектор ну это буквально ну вот она пораховала но мы знаем как еще можно ее иначе раховать есть операция вот это собачка амперсом нет это это просто добуток по компонентам буквально вот эта остальная операция если у нас одно вимирный массив то два массива можно просто перемножить с двумя операций и используется вот этот значок это только в третьем Python недавно это мы умножим это буквально скалярный добуток а потом до речи чему-то ревнем можно было бы тут как тут escape можно было бы например как вы думаете какая будет будет ответ если я сейчас все прохожу ось там вверху есть 2 2 2 2 2 3 нужно что-то умножить умножить и все что там нужно умножить 1 плюс 2 в квадрате это 4 плюс 3 в квадрате правильно? 9 то там будет а? 4 нет просто то будет 14 да правильно значит метр ось а если корень взял от этого числа то входит в это число и мы видим, что буквально это совпадает с вбудованной функцией нормы это нормы это нормы есть простые а плюс б можно любые линейные комбинации это не будет можно например например я сказал что можно как бы кут между двумя в трехвиморном пространстве но можно все это просто пораховать в следующем это мы берем скалярный добуток это двумя вторых потом рассчитываем ну квадрат нормы одного скалярный умножим на скалярный добуток без собою и всего корень виду к вам можно было написать поделить на добуток нормы каждого из них это то же самое виходит певное число ось это число ну я тут просто переверял что арк косинус нуля это сколько мое быть арк косинус пи по голам так если на 2 поможет то как раз входит пи все правильно ось а нам нужно было найти косинус для этого ну можно просто арк косинус но так чтобы чтобы в градусах появляться это на пи поделить и виходит десь 74,5 градуса ну это ничего не значит что можно такие кути между векторами для таких матриц ну и это достаточно сложно было появляти как это так мы переходим я сейчас это паузу и дальше переходим до наступной части повязано с матрицей вот всю властивость как мы множим мы хотим давайте что такое матрица ну собственно просто это просто такие таблики с числами как бы это не просто какие-то таблики а аналог как вектор это что-то что-то изменяет свои координаты при изменении базисов то есть как бы большие сложные обеакции тенсоры которые много компонентов с самого начала компонентов имеются в виду в размере так далее вот у нас есть матрица а это просто какая-то там таблика числа а1 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 а2 а1 а2 а1 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 Это буквально... Есть еще операция множения на матрицу. Это такая новая матрица, координаты ее, ну, элементы, как бы, на матрице. Это просто альфа умножить на В и Ж. То есть все эти правила, они просто расследуются по компонентным местам додавания и множения. Расследуются просто по компонентным додавания и множения на число для всего. А первое, это только к вероизменности? Да, да, да. Ну и вероизменности. Тут Б має бути саморозуменность. В математике, что-то можно запрограммировать так, чтобы оно было нулями, но в математике это просто не корректно. То есть они должны быть однаковыми в размерах. Або я вам про это писал, что мы дополнимем нулями. Корректно, только чтобы они были однаковыми в размерах. Прямокутные, но однаковыми в размерах. Все это как бы лінійная часть операции. А теперь множения. Множения можно было бы задать по компонентам теж, но это как бы не цікаво. Хочется в певном смысле задать множение, которое есть у загадленного цього. Яким чином? Ну теж совсем просто. Тобто я хочу оцей допиток, який тут написано. Тобто все ці операції додавання матриць, отнимание, умножение на числа и любая лінійная комбинация будет ревно. Ну просто все эти коэффициенты буквально по элементам все дописано. Ваги все так складываем, додаем. Ну ось, ми використовуємо певне таке хитріше домовлення, що ми будем умножити рядочек з якихось чисел. Ну давайте я его разображу, чтобы я не придумывал просто. Тобто завозили в принципе структуру только одно, но вот у нас есть у нас А1, А2 и так далее, АН, и другой стовпчик, но который имеет ревно ту самую количество элементов. Это за значение мы будем называть добитком матриць двух таких, они різных воздушных. Это просто оцей добиток АКТИ, БКТИ, сумма по КВД 1 сюда. Ну ревно то, что здесь написано. То есть что мы делаем? Мы как бы этот рядочек перевертаемо, сюда накладываем на этот, каждый по парному множеству, а потом все додаем. Выходит число. Ну так, значит, хитра такая. Ну, тут пока что вы думаете, что вот такая структура, что есть множение рядочек на столбчик. Теперь мы хотим, как бы, это на довольном матрице. Структура просто множения будет такая. У нас будут вот такие рядочки. И множить на столбчики. В результате у нас будет выходить, нам нужно будет, вот эту первую матрицу просто вот так разбить на рядочки. И множить буквально за таким правилом на каждый столбчик. Вот же, тут ширина вот эта, тут, если у нас какая-то М была, это Н. И тут теперь мое быть Н, чтобы можно было взять это и перевернуть сюда, накласти. Ну, тут якийсь там П. Тобто, эти крайние М и П могут быть разные. Тобто, МН на НП. Тобто, эти внутричние мают совпадать. Ну, сейчас я еще в координатах напишу. Но пока что, какая это будет матрица? Это будет матрица. Если это было просто одно число, можно взять матрицу с одним элементом. То тут у нас будет структура ось такая. Ну, мы беремо перший рядочек, множим на перший столбчик. Тобто, будет рядочков, ревно столько, сколько тут рядочков, сколько тут рядочков, сколько тут. Ну, я думаю, легко згодаться, что меньше на вас. Кто за что отвечает. Тобто, это отвечает. Тобто, когда мы перший на перший, множим это, перший на другий все. И так далее. Ну, давайте в координат. Его записываем. Оце назовем матрицею. Это будет матрицей А. Тут стояло число. Это понятно, да? Сколько это чисел. Такое достаточно хитро множение. Ну, и прямое вопрос, почему оно важно? Самое такое. Ну, то, конечно, по компоненту было бы совсем не цикарно. А это будет цикарно. А это Б. Отже. Добуток А, Б. Матрица И, Ж. И, К, В. Это надо взять ИТ. Ну, например, ИТ тут. Потем. Оце будет J бігати тут у нас. Тут J бігати тут. И тут у нас будет К. И, К. От нас цікавить ИК. И формула будет такая, что это будет сумма по J від 1 до Н. Бо ця пробігає Н значение. Тут у меня будет одинаково. Н, Н. Сумма А, И, J, Б, J, К. Тобто, например, нас цікавить 1.1. Треба пройтись, як би, це називається згорка, як би, згорка по внутрішнім індексу. Оце внутрішній індексу починать пробігати всі своі значення можливі. Тому матриці, розміри матриц мають відповідати чомусь. Тоді все це, як би, проєкно визначено. І виходить матрица, розміри, які, скільки на скільки? Якщо тут була М, Н. Це була Н на П. М на П. У нас И так і пробігає значення від 1 до М. Ж від 1 до Н. Х від 1 до П. Ось таке хитре множення. Треба трохи познайомитись з ним. Воно реалізовано в Пайсене, наприклад, якийсь, може, і алгоритми. Ну, тут, правда, не сильно. Так, все зрозуміло. Визначення. Тепер, ну, давайте я спробую десь щось терти. Спробуємо якісь прості приклади, щоб, виходячи строки, відчути, що це за таке множення. Ну, давайте перемножимо матриці, там, наприклад, 0, 1, 0, 0 на матриці 0, 0, 1, 0. Так, ну, хто може? Ну, всі намагаємо. Беремо перший рядочок, накладаємо ось сюди. Ну, 0 на 0, 0, 1 на 1, 1, додаємо 1. Тут 1. Потім беремо перший рядочок, на другий стовпчик. Будемо сюди ще списати. Ну, тут 0, коли ми перемножимо, то 0. Так? Беремо тут 0, тут, взагалі, 0, коли ми будь-що отомножаємо, додаємо 0. Ну, тут 0. Ну, і якби першу листовість, я беру ці дві матриці, в іншому просто порядку. Так, ще раз. Оце ми беремо на першу, скільки нас тут? 0. 0, потім 0. 0. Так, тепер тут 1, 0. Ну, воно сюди на 0 умножиться. Тому тут 0. І нарешті 1. І куди треба сюди записати. Оце треба певний такий досвід, якщо можна втутати, що записувати. І перше правило, яке ми зразу бачимо, що, ну, якби, може не завжди, але якби це стандартна буде ситуація, коли матриці можна множити, і в одному і в іншому порядку відповідь може бути запросто, частіше за все буде іншою. Тобто це називається властивість некомутативності. Умноження некомутативності. Оце перешло правило. Так, тепер, що треба дуже заслікувати, тобто буде в якийсь момент, нам захочеться все це записати в матричні системи, записати в матричні рулі, і там треба чітко слідкувати, з якої сторони ще помножено, а щось по-іншому просто відповідь люди. Неправильно. Так, наступна задача. Це... Наступна, це, наприклад, я зараз буду їй там щось менше всяких прикладів. Візьмемо тут таку матричу, де у нас одинички по діагоналі, а все іншому. Вона є виділена, у неї є навіть спеціально NPI, і від розміру 3. Це буде в пасіні. Ось, я хочу її помножити на якось матріцю. Ну, давайте я спробую. Початку тут, ну, ВО1,3, тобто загальну відповідь, в пасіні. Перший індес – це номер рядочка. 3, потім 3, 3, а тут другий – це номер стовпчика. Ну, давайте спробуємо перемножимо. Ну, тут завдяки тому, що багато нулів, то начебто виходить. Так, множимо перший рядочок, накладаємо сюди, на перший стовпчик. Видно, що воно ці вбиває, залишається тільки 1,3. Коли на другий стовпчик множимо? На третій, тобто воно вирізає фактично цей перший стовпчик і сюди розписуємо. Починаємо другий рядок. Він починає вирізати рівно другий. Видно, так, чому туди 2,1. І коли третій, воно буде ці за нуляти, а на це просто одиничка множити, і коли ми додаємо, воно знову буде повторюватись. Тобто така цікава властивість, що ми беремо цю матрицею, її там можна... Ну, інколи її там I позначають. Тому... Це називається одинична матриця. Це приклад одиничної матриці. Є I і є Identity. Тобто також ні. Як би, Іссенс... Тобто, одинична матриця, з точки зору множення, з-за того, що воно таке хитре, якщо було покомпонентно, то якби такою матрицію, яку ми множимо на будь-що, буде виходити та сама матриця, то було б просто одинички всюди. А тут, на умноження хитре, виявляється, що роль такої одиниці, як веде себе як одиниця в примноженні на числа, це ось така матриця, яка діагональна, з одиничками по діагоналі все інше нулі. Діагональна — це називається головна діагональ, і матриці, на якій тільки щось знаходиться тут, а все інше — ноль, називається діагональна матриця. Ось, ну і оці матриці, якщо ми сказали, що матрицю, в принципі, з різних сторон множити, може бути різний результат. Тут легко перевірити, що якщо ми почнемо множити і в іншому порядку, то буде знову та матриця А. Тобто, ця матриця І, я не знаю, помножити на довільну матрицю до рівня А на І, identity. Для будь-якої А. Тобто, тут не працює, це правило, ні в коменті. Так, це буває. Ну, насправді, є матриці одинична, і всі, які, якщо тут 2, 2, 2, 2 поставити, теж не будуть працювати, бо вона, насправді, грає роль просто числа 2. Це буде, вона завжди себе поводить майже як схеляр. Ну, практично це називається скалярна матриця. Помножене на якесь, одиничне помножене на якесь число, вона завжди буде переставлятись, називається комутуватись з довільною матрицею. Так, це перше. Ну, є якась нульова матриця, нульова — це коли все нулі. Ну, і легко множити на все — там буде нуль. Так. Ну, ось, ми, якби познайомилися з якимись випадками, давайте, буде домашнє завдання таке, написати два на два матриці, дві довільні, і чесно, ну так, як без нулів. Так. Ну, там трохи можна. Чесно перемножити, а потім перевірити в Пайсені, щоб воно дійсно правильно перемножити. Ну, можна парочку таких, можна три на три, якщо там. Ну, тоді нулів краще додати, щоб у нас спокійніше було, щоб просто був певний досвід, як це відбувалося. Так. Що у нас там далі? Так. Значить, ми навчились... У нас є операції додавання матриць, є операції умноження на числа, і є більш хитрая операція множення матриць між собою. При цьому важливо, щоб вона така досить хитра. Зараз якісь ще властивості, варто було сказати, які там ще бувають. Але вона досить хитра, і тому у нас всі такі звичайні інтуїції, що це не числа. Тобто А на Б не дорівнює Б на А, наприклад. Ну, це можна такий ліричний відступ. Наприклад, це фізика квантромеханіка просто вся будується на лінійній алгебри, і ця властивість, що там матриці не переставляється, вона описує якраз явище, принципну визначність Гайсіндерга, що там не можна щось одночасно вимірювати. Тобто, якби це можна... В майбутньому, можливо, квантромеханіка стане теж звичайним таким предмежем, можливо, шкільній програмі. Ну, там... Зараз це якби такий, що для фізиків, там мікросвіт, але все більше там про квантові, криптографію, там ще щось. Тобто, воно з часом може виявитись так, щоб вона стена майже побутовує. І мовою там теж є лінійна алгебра. Тобто там фізичним величинам відповідають матриці, але, правда, як нескінченні. Так, тепер ще нам що треба. У нас є ще спеціальна така... Тобто, з точки зору скалявного добутку, і ми можемо вектори... Ну, і далі, якби буде ситуація така, що ми... Давайте я ця... Ну, може так бути краще. Оці вектори, які у нас раніше були, і ми там скільки питаємо компонентів, традиційно їх записують у вигляді стопчики. Тобто, виявляється, що їх краще розглядати разом з матрицями, і тоді їх розглядати як матриці, але у вигляді стопчики саме. Тобто, в наші, там, якась матриця... Вектор А... Уваженість треба, щоб... Краєвійна початаність... Так, вектор А... Це буде ось такий тепер. Давайте домовимось... А, Н... Тобто, ну, і Пайсон знає, що... Якщо там, ми явно так виписали... Ну, зрозуміло, хто знає, що там треба дужки, і кожному треба окремо... Всі компоненти. І ми розглядаємо як якийсь стовчик. Ну, і тоді Б буде теж стовчик. Додавання, множення на числа буде те саме. Тепер є ще така, ну, дуже проста операція, називається транспонування. Транспонування, це ми просто беремо... Якусь матриці транспоновану, в ній треба рядочкі стовчики поміняти місцями. Ну, конкретно, для транспонованої, так називаємо, матриці ІЖ елемент дорівнює просто АЖІ. Тобто, треба наспоки. Взяти, переставатися. Ну, приклад. Взяти матрицю 2, 3, 1, 4, 5, 2. Транспонована дорівнює чому? Вона буде... У неї тепер зміниться кількість рядків стовчиків, і буде 2... Тут що? 1, 5, 3, 4, 9, 2. Ну, бачите, що вивчили вже. Транспонування. Тобто, дуже проста операція. І ми хочемо склярний допиток такою умовою, задомовувати цією операцією транспонування. Задати... Ну, у нас множення ми домовили, що все-таки рядкі на стовчики, якщо в матричному явно в формі. Тому, склярний добуток дво векторів, якщо вони, треба писати, як А, наприклад, транспонована. Тобто, ми перевертаємо, робимо з неї рядочок. І тепер звичайний добуток матричний. Тобто, цей рядочок — це стовпчик. Тепер ми множимо. Тобто, якщо ми використовуємо матричні позначення для векторів, у велій листовчикі, то треба слідкувати, що там дещо треба транспонувати. Ну, так. Ось наше, тобто, матричне множення, склярний добуток в формі матричного множення задається таким чином. Тепер нам буде цікаво ще такі операції — це перетворення векторів, якісь перетворення простором. У нас вектори будуть якось крутитись, наприклад, якісь перетворення. Вони, які задаються такими, так називаємо, лінійними перетвореннями, вони будуть записуватись у вигляді матриці. Матриці якась така А діє на вектор, наприклад, Х. Мається на базі, є у нас якась матричка, і вона діє на стовпчик. І ми можемо отримати якісь... Ну, давайте подумаємо, що у нас вийде в результаті. Оця матричка, ну, приклад якоїсь матрички. Наприклад, тут... Ну, я не буду, щоб не думати, які числа тут писати. Так, скільки в мене тут має бути, щоб множити можна було? Тут скільки? Два. Два. Нам треба, щоб це множити. Ну, я не знаю... Ну, тут треба запам'ятати якісь. Мені розповідали, що це... Хтось з математики випадав у танкистів, в танковому всьому. І тут треба, я не знаю, матриці множити. І вони весь час забували, що там рядочок. І вони їм пояснили, що коли ви підходите, ви даєте честь, а потім отак робите. Тому треба спочатку рядочок, стовпчик. Ну, і після цього справи такі йшли нормально. Ну, я не знаю. Що у нас в результаті буде? Ми множимо це, виходить число. Множимо це в число. Результат у нас буде що? Вектор 3. Тобто, знову виходить стовпчик. Тобто, можна інтерпретувати як вектор, але як в іншої розмірності. І прямокутні матриці можна інтерпретувати як певні перетворення векторів. І, наприклад, з одного простору в інший. Там ми випадку зловимірно втривимірної. Може таке знадобиться. Ну, і зрозуміло, в якому випадку у нас буде розмірність зберігатись тут? Коли у нас матриці квадратні. Так? Тоді у нас скільки тут? Ну, до речі, я тут ще просто термінологію. Якщо у нас матриці А квадратна, то А транспонована до рівня А, то така матриця називається симметрична матриця. Ну, якраз такого типу матриці потрібно, щоб задавати узагалений скалярний доклад. Отже, є таке просто поняття симметричне. І ще трохи у нас... Ще приклади, коли нам треба матриці. Ну, виникає матриці. Це так звані матричні рівняння. Ну, система лінійних рівняння. Давайте подумаємо, як виглядає ось це. Тобто, можна це розглядати як... певне рівняння на Х. Ось цю матрицю ми позначаємо А1,1, А1,2, А, і так далі. А1,n. А потім, тут у нас стоїть вектор Х1, Х2 до Хn. Коли ми перемножаємо, то у нас виходить така ж штука. Ну, у нас фактично по цьому внутрішньому індексу, у нас, правило, один сього, є підсумовлення. А1,n, Хn дорівнює... І тепер, якщо у нас це просто вектор компоненти, там, М1 до ММ, БМ, то це буде Б1. Потім наступний рідок. Ну, і останній, там, десь буде АМ3. Тут буде АМН. Тут Хн дорівнює БМ. Це нещо інше, як просто система лінійних рівнянів загального типу. Ну, нічого тут. Та й, в конкретному випадку, що там може бути нулями. Неоднорідно, а це називається, ну, неоднорідні коефіцієнти. З правої сторони. І задача, ось для конкретних матриць А, може виникнути така задача, що треба вміти знаходити набір ексів, які здобляють цій системі. Це можна ось дуже коротко написати, що треба знайти стовпчик Х, такий, щоб А на Х дорівнювало Б. Ну, воно, як би, само по собі нічого не спроще, але, ну, крейду менше економить. Так, і, значить, ще одна операція, яку ми хочемо зрозуміти, це так звана обернена матриця. Значить, що таке обернене число? Ну, це таке число, коли ми її умножимо на 2, на щось треба помножити, вийде 1. Ну, на одну другу, на 0,5. Тепер рівно те саме, ну, повна аналогія. Ми хочемо інколи вміти ділити на якісь матриці. Ну, це можна сказати, що ми хочемо навчитись такі знаходити матриці, які мають таку цікаву властивість. Що, якщо у нас є матриці А, то існує певна Б, так, щоб це було одинично. Ну, давайте будемо вважати, що у нас квадратні матриці, там певні проблеми існують, коли у нас не квадратна матриці. Давайте для спрощення будемо вважати, що матриці А і Б квадратні. Якісь Н на Н. Ну, і вони називаються одна по відношенню до іншої оберненевною матриці. Тобто, Б можна написати, що це до рівня А мінус перший. Оця функція в, якщо може, НП, о, сорі, Ліналк, називається інверс. Ліналк інверс. У матриці А воно рахує оберненевною матриці, якщо існує. Ну, виявляється, що... Тобто, це одинична, я маю на увазі воно та Ай, яка була, яка грає роль одиниці. Ну, виявляється, на жаль, ну, для чисел, для якихось не існує оберненевною. Так, на ноль. У нуля не існує оберненевною. А у матриці, крім нульової матриці, є багато ще інших так званих виражених матриць, для яких оберненевно не існує. І це, якби, тема вже наступного заняття. Але, в принципі, можна спробувати, я не знаю, якщо у вас вийде, спробуйте взяти довільну матриці А, В, С, Д. Якщо у вас символьно можете. І тут треба підібрати такі, ну, це невідомі якісь. Загальну формулу, чи можна такі підібрати, щоб у нас вийшла одинична. Одинична тут буде один, ноль, ноль, один. Ну, в чому, якби, ну, твердження таке, що якщо вона існує, то вона єдина, і вона одночасно обернена з лівої справи. Тобто у нас, якщо А-1, А дорівнює А, А-1. Це, якщо вона існує, але, на жаль, ну, таке життя, ну, ше, ну, ше. Вона може не існувати для конкретної матриці РА. Ось, наприклад, нам, ми знаємо, це вже досить така фільтра процедура, як з переного шукати. Але, якщо ми обміємо, то дуже легко розв'язувати такі системи. Що для цього треба зробити? Треба просто помножити на А-1 з лівої сторони. Я множу з лівої сторони, я ще раз нагадую, що у нас для матриць важливо з якоїсь сторони. Інку просто не буде мати сенсу. І результат може бути. Тепер нехай у нас існує, нехай існує обернана для А. Ми множимо з лівої сторони на обидві частини цієї рівності. У нас виходить наступне. Оце А-1 на А дорівню одиничні. Коли ми її множимо на х далі, на будь-яку матриці, вона просто цю матриці дає. Отже, оце все стає просто іксом. І ми одразу отримуємо відповідь. Тому що перемножити матриці досить просто. Взяти просто цю обернану і помножити там рядочок на стопчину. Така нескладна робота. Взяли, перемножили і отримали відповідь. Ну і ця відповідь, в якомусь сенсі знання обернаної, вона досить універсальна. Ми тепер можемо просто один раз, якщо ми порахували обернану, то далі ми можемо різні праві частини ставок і для кожної з них знаходити обернану. Ну, розвиток, сорі. Розвиток знаходимо. Так. Тепер ще. Одна штука. Тепер ще. Коли у нас є добуток просто матриці, який має сенс, і нехай це буде квадратна матриця, то питання, що є обернане для добутку матриці. Що таке для добутку матриці? Треба взяти і написати АВ і придумати якусь матрицю Х отут. Така, щоб це давало одинично. Яка тут має бути матриця? Ну, і твердження, що досить, якщо я просто не напишу відповідь, то буде зрозуміло, що це правда. Ця матриця буде B-1, A-1, A-1. А-1, B-1, A-1. Чому? Тому що ми починаємо потім множити B на B-1, і це дає 1. Ми множимо на будь-яку з них, вона дає A, наприклад, і далі схлопаються вже A, A-1. Тобто виходить, для оберненої матриці від добутку, ну, таке в житті, ну, наприклад, у нас там щось одне перетворення, потім інше, і нам не знаємо відповіді, як обертати для однієї, для іншої. Виявляється, оберненої для добутку, треба їх переставляти місцями. Ну, якщо у нас багато там їх, відповідно, то вони всі будуть просто в оберненому порядку йти. Це, знову ж я нагадую, що для матриць, якщо це звичайні числа, то все це працює. Але там не важливо, в якому порядку ми не написали все це. А тут важливо ще порядок якийсь є. Так, ну, і там ще була таке прохання, ще для транспонування. Так, все це просто знання такі. Так, тобто, тут матеріали, насправді, не складні, але його багато й може треба просто час, щоб здійснюватися. Є ще така властивість для транспонування. Виявляється, рівно та сама. Якщо ми транспонуємо, то це буде транспоновано в оберненому порядку. Ну, давайте я просто це напису як. Насправді, її дуже легко довести. Індекси. Коли ми починаємо все перевертати, то треба там рядочки стовчками всюди замінювати. І в оберненому порядку все стояти. Тобто, є така операція транспонування від обернення. І вона буде просто теж рівно та схожа ситуація, що ми починаємо всі перестопяти. Тобто, є ці дві операції транспонування і обернення. Вона на добутку просто вбере і перевертає. Від суми транспонування нічого. Тому що вони просто по компонентам все перевертаються одна в інше. Їх додавання по компонентам. Так, отже, у нас там були властивості. Я, насправді, про неї так не говорив, але просто в слову. Це називається асоціативність. Є всякі властивості типу дистрибутивності. Відносно цього умноження саме матричного. Що, може, не так привялено. Тобто, у нас тут є властивості ще. Ну, там, по-першому, по-другому. Тобто, ми певні такі операції можемо робити. Так, ну, наче то все, що хотів. Тобто, тут якісь є такі. Ну, там все, як би, не складно, але до чогось треба звикати. Ми про обернення просто, ну, наступний раз щось будемо конкретніше говорити. Просто, що інколи вони існують. Ви можете дома спробувати таке розв'язати. Ну, я не знаю, там ще завдання, наприклад, таке може бути. Спробуйте. Це як домашній затаймі. Ще не. Можна спробувати якось там, чи намалювати, чи можна. Вайсені. Значить, є у нас операція. Ми беремо матрицю А, яка просто довільня А, В, С, Д, якісь числи. Вона вміє діляти на вектори, на стопчики, такі два на два. У нас є така операція, що з вектору Х, воно робить якийсь там, ну, Х3 чи щось таке. Ну, новий вектор. Ну, там буде, ми просто буквально беремо, ну, мається на увазі, якщо беремо А, В, С, Д, і множимо на вектор там, один, ноль, то воно переводить його в інший вектор. Ми отримуємо X'Y'4. Тепер така задача. Ось у нас є квадратик один, один, ноль. Ну, тут такий. І тут такі точечки. Треба перевести кожну точку, ну, точка це мається на увазі кінець вектора. За допомогою конкретної матриці А, В, С, Д, в якийсь малюночок. Там, може, щось таке вийде, ну, я не знаю, там, може, якісь кошенятку, там, я не знаю. Ну, треба кожну точку буквально так якось перенести. Можна спробувати просто подумати. Вийде якась фігурка така. Зрозумієте, що це за фігурка? Що переходить квадрат при перетворенні до вільної матриці? І знайти його площу. Площа цього квадратика один. Що переходить? І це якби перше питання. Друге – площа. Ну, тобто, може треба якесь форму, там, від п'єдіву шукати. Чи зміниться площа? Так, ну, і знайти площа. Тобто, якщо одиничка вийде, то значить, вона не змінилась. Але, в принципі, може змінитися. Ну, питання на скільки, скільки разів. Тобто, вона буде масштабуватися. Ну, це спробуйте для трубу, а потім буде її, в принципі, загальна. Так, ну, все начали. Дякую. Дякую.